О людях, которые совершили открытие, были первооткрывателями или видными общественными деятелями и попали на страницы учебников, рассказывают, как правило, только в позитивном ключе. Порой начинает казаться, что эти люди быть настоящими эталонами нравственности. Но биографы и историки точно знают, скелеты в шкафу есть практически у каждого. Махатма Ганди. Кому-то может показаться странным, что этот разрушающий стереотип и обзор начинается со всемирно известного пацифиста и борца на гражданские права Махатмы Ганди. Но на самом деле этот индийский лидер не так свят, как многие думают. Ганди, который всю жизнь выступал против насилия, сам признавался, что жестоко обращался со совей женой и даже избивал ее. Да и от канонов нравственности, во всяком случае европейской, его поведение было далеко. Уже будучи в преклонном возрасте, он любил принимать ванну с молодыми девушками. Томас Эдисон. Современное общество многим обязано Томасу Эдисону. Тяжело представить жизнь без таких известных изобретений, как лампочка, фонограф, кинофильмы и так далее. Но в перерывах между изобретением действительно революционных и полезных вещей Эдисон убивал животных. Делал он это для того, чтобы скомпрометировать своего конкурента Николу Теслу, который изобрел переменный ток. Эдисон поджаривал несчастных животных на огромном электрическом стуле. Христофор Колумб. Христофор Колумб сыграл жизненно важную роль в истории Америки. Ему приписывают открытие нового света и доказательство того, что Земля круглая. Но есть факты об этом человеке, о которых предпочитают умалчивать. Во-первых, Христофор провернул прибыльный бизнес, продавая местных женщин и девочек в сексуальное рабство. Некоторым из этих девушек было 9 лет. А в свободное от сделок время Колумб наслаждался весьма джентльменской забавой – охотой. Но охотиться на оленей или птиц ему было скучно, поэтому знаменитый первооткрыватель устраивал охоту на туземцев. Иногда их плоть использовалась как корм для собак, и собак кормили младенцами перед их родителями. К этому стоит добавить массовый геноцид, который он совершил на Кубе. И еще один момент. Хотя есть мнение, что именно Колумб окончательно доказал, что Земля вовсе не проская, к тому времени, когда он отплыл из Испании, уже было известно, что Земля на самом деле представляет собой шар. Основная причина, по которой Колумб отплыл в новый свет – это деньги и слава. Аристотель. Аристотель был одним из величайших философов в истории. Но некоторые из его идей были странными и сегодня показались бы дикими. Во-первых, Аристотель считал, что женщины во всем уступают мужчинам, и даже описывал их как уродливых. Дружелюбный греческий философ называл все другие расы, кроме греков, варварами и заявлял, что рабы полностью лишены права голоса и являются неразумными. Бенджамин Франклин. Бенджамин Франклин был одним из отцов-основателей США и запомнился как мудрый дедушка, часто использующий крылатые фразы. На самом деле крепкими моральными устоями он не отличался и часто отправлялся в Лондон или Париж, чтобы поразвлечься с дамами легкого поведения. И это несмотря на то, что был женат. Он даже давал советы юношам с высоким либидо. В 1745 году он написал заметку-консультация молодому человеку по выбору госпожи, который рекомендовал молодым людям выбирать зрелых дам. Мол, они заботливые, опытные и с ними можно не тревожиться о появлении детей. Томас Джефферсон. Томас Джефферсон был еще одним из отцов-основателей, а также третьим президентом Соединенных Штатов. А вот о том, что он был рабовладельцем, вспоминать не любит. Джефферсон считал чернокожих нишей расой. В своей книге «Заметки о штате Вирджиния» Джефферсон писал, что у чернокожих людей железы меньше почек, но больше гланд, и они выделяют так много секрета, что это приводит к очень сильному и неприятному запаху. А еще президент уверял, что чернокожие потеют мочой. Альберт Эйнштейн. Его имя стало синонимом высокого интеллекта. А вот о высокой нравственности в случае с великим физиком говорить не приходится. Альберт Эйнштейн был хронически неверен в браке. Он изменял своей первой жене Милеву Марич с женщиной по имени Эльза Лавенталь. Эльза была его двоюродной сестрой. Позже Эйнштейн развелся с Милевой Марич и женился на своей кузине-любовнице. Впрочем, на этом история измен не закончилась, у знаменитого ученого была целая череда любовниц. Генри Форд. Генри Форд был отцом автомобилестроения и автором революционной технологии, которая радикально изменила весь мир. Современную цивилизацию тяжело представить без автомобилей. Форд действительно был очень важной фигурой в истории. Но ни в одном учебнике не рассказают, что Генри Форд был отъявленным расистом. Ему принадлежала независимая газета The Dearborn Independent, публикации, в которой часто были посвящены антисемитизму. После скандала на бейсбольном чемпионате 1919 года, который получил название Black Soh, Генри Форд написал в своей статье, что евреи виноваты в проблемах бейсбола, заявив, если поклонники хотят узнать о проблемах с американским бейсболом, то эти. Проблемы можно описать тремя словами. Слишком много евреев. Слово Форда не остались незамеченными. Адольф Гитлер считал Форда своим вдохновителем. Известно, что он повесил портрет Форда в натуральную величину рядом со своим столом и как-то сказал, я сделаю все возможное, чтобы применить его теории на практике в Германии. Позднее нацистская партия наградила Форда большим крестом ордена германского орла, что было высшей честью, которую могли оказать иностранцу. Теодор Рузвельт Теодор Рузвельт был 26-м президентом Соединенных Штатов. Он прославился любовью к приключениям и дикой природе. Теодор Рузвельт создал национальные парки, леса и памятники, предназначенные для сохранения естественной красоты ландшафта, развивал политику Сквердиал, которая защищала владельцев малого бизнеса, вел обязательную проверку продуктов и лекарств, вел компенсацию рабочим и отменил детский труд. Позже он даже был удостоен Нобелевской премии мира. Вроде бы, с какой стороны ни посмотри, хороший человек. Но, если внимательно заглянуть в прошлое, можно обнаружить, что Тедди, как часто ласково называли Рузвельта, был попросту бешеным и безумным. Известный американский писатель Марк Твен назвал Рузвельта явным психопатом. Рассказывали, что Рузвельт ехал на своей лошади через Роккрик-парк, стреляя в ветви деревьев, мимо которых проезжал, не обращая внимания на опасность, которую он подвергал людей вокруг. Чтобы проверить силу своих запястьей, он однажды повесил провод над рекой потомок и болтался на нем, наполовину погрузившись в воду, в том время, как бурный поток реки пытался унести его далее по течению. Но настоящая причина, по которой Тедди включили в этом список, заключается в том, что он как-то в молодости застрелил собаку соседа просто со злости после того, как поссорился с девушкой. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.